Европейский забег с препятствиями И тут у Украины и Молдовы автоматически есть большая проблема Венгрия, а точнее премьер-министр этой страны Виктор Орбан, который грозится заблокировать начало переговоров о вступлении Украины в ЕС. Претензии Орбана к Украине сводились к проблеме венгерского меньшинства. После решения Киевом языковой проблемы Орбан вытащил из рукавов два новых аргументов. Это война и коррупция. Первый аргумент. Украина находится в состоянии войны и Евросоюз не может ни оценить численность ее населения, ни определить точные границы. Вместо переговоров лидер Венгрии предложил заключить с Украиной стратегическое партнерство на 10-15 лет. Также Орбан отправил главе Евросовета Шарлю Мишелю письмо, в котором предложил снять с повестки вопрос о начале переговоров с Украиной. Второй аргумент. Коррупция. Самый спорный. Есть ли в Украине и в Молдове тоже, конечно, коррупция, с которой надо бороться? Несомненно, есть. Вот только не миллиардеру-коррупционеру Орбану, построившему мафиозное государство, из-за чего Евросоюз блокирует финансирование Венгрии, об этом нам говорить. Мы-то вместе с Украиной продвинулись гораздо дальше в Венгрии в борьбе с коррупцией. Так что этот аргумент Орбана не работает. Остается война. Можно ли приводить этот аргумент в пользу непринятия Украины в Евросоюз? Нет, конечно. И у 26 стран Евросоюза единое и солидарное мнение по этому вопросу. Отдельное мнение только у Орбана. Да и оно вряд ли его собственное. С одной стороны, он, конечно же, торгуется с Евросоюзом за разблокирование финансирования. И в этом смысле просто блефует и повышает ставки. Благо, есть у кого учиться. На самом деле, он просто выполняет задание Путина, который может не только легко перекрыть финансирование ЕС, но еще и тайно наградить Орбана звездочкой героя России. Таковы ставки орбановского блефа, и это очевидно всем. Президент Франции Эммануэль Макрон провел личную встречу с Орбаном и, несомненно, привел все перечисленные выше аргументы. Дойдут ли они до венгерского лидера и перевесят ли российские? Как по мне, я бы еще пригрозил исключением Венгрии из Евросоюза и НАТО. И тогда пусть Путин включает этого троянского коня в состав России наряду с Ордло и Крымом. Мафиозному государству самое там место, а вовсе не в Евросоюзе. Странно, что кремлевские стратеги еще не предложили Орбану сделать это добровольно в свете предвыборной кампании его хозяина, который в марте переизберется на очередной срок. Совсем недавно президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан провели неформальный разговор. Политики пересеклись в Буэнос-Айресе на церемонии инаугурации нового президента Аргентины. На полях инаугурации говорил с премьер-министром Венгрии Орбаном «Максимально откровенно и понятно, что о наших европейских делах», заявил Зеленский. «Есть несколько европейских политических лидеров, которые продолжают оказывать давление на Орбана, чтобы он вернулся к нормальному и естественному подходу и отказался от вета и шантажа, которым он занимается. Открытие переговоров о вступлении – это лучший способ поддержать реформы и в Молдове, и в Украине», заявил лидер Renew Europe в Европарламенте Дачан Чолаш. Но даже если Орбан заблокирует решение Совета Евросоюза, а он должен принять также решение о финансировании Украины в 50 миллиардов евро в ближайшие годы, то внеочередной саммит будет созван в январе. Финансирование Украины в таком случае будет осуществляться каждой страной по отдельности до разблокирования ситуации. Да и Соединенные Штаты наверняка до конца года возобновят финансирование Украины. Президент Зеленский находится там с визитом, где проведет с президентом Байденом и министром обороны Остиным переговоры и выступит перед Конгрессом США. Так что попытки Кремля ослабить помощь Украине наверняка потерпят неудачу. Чем закончится этот европейский забег с препятствиями для Украины и Молдовы, узнаем уже на днях. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok